Пожар, где пожар? Пожар баллонки. Баллонки. А, понял. Понял, хорошо, спасибо. Аварийная бригада, по коням. Так, офис, офис, все на месте. Офис, быстрее, быстрее. Возгорание газового баллона. Такое ЧП, согласно легенде учений, произошло 31 августа на территории газохранилища компании «Интергаз». Для такого рода случаев на предприятии создана аварийная бригада, которая первая и приступила к локализации пожара. Они должны были уметь работать в агрохадерных аппаратах, уметь контролировать, как работает аппарат, его состояние техническое, и уметь пользоваться средствами пожаротушения, такие как шланги пожаротушения со стволом, также использовать огнетушители, первые средства пожаротушения. Они должны уметь оказать первую помощь человеку при пострадавшем случае. Поэтому они этому обучены, они знают, у них имеется весь арсенал оборудование, которое необходимое. Незамедлительно о случившемся была проинформирована государственная пожарно-спасательная служба. Через несколько минут на место прибыло три пожарных расчета, которые принялись за тушение пожара и ликвидацию его последствий. За всем происходящим внимательно следили специалисты, которые затем дадут свою оценку действиям и аварийной бригаде компании «Интергаз» и пожарным. «Мы проверяем своих сотрудников, как они правильно делают свою работу на пожаре. Здесь акцепт идет на правильность, а не на скорость. Тут главное сделать правильно, без ошибок. И потом мы это все анализируем. Такие объекты у нас, советка номер три, здесь приведет как минимум четыре машины плюс следствия техники. И, в принципе, у нас есть списки, которые каждый год, пару раз в угаду они актуализируются. И там, скажем, если даже и маленький что-то случай на этом объекте, там уже будет выезжать, скажем, повышенное число техники». Если на данном объекте произойдет возгорание, то под угрозой также окажется расположено рядом нефтехранилище. Поскольку перевалочная база «Интергаз» относится к объектам государственной важности, учения на ней должны проводиться раз в три года.